Всем привет-привет! Меня зовут Аида, и добро пожаловать на мой канал Magaida's Plants. Если вы когда-либо слышали такое выражение, как «казах без понтов, беспонтовый казах», то вы наверняка догадались, о чем пойдет речь в сегодняшнем видео. А речь пойдет о моих цветочных новинках, буду понтоваться о своих новых растюшках. Скорее всего, эта рубрика не будет постоянной, потому что в последнее время цветочных новинок у меня бывает очень мало, потому что, чтобы купить одно растение, нужно для него освободить место. Места дома катастрофически не хватает, чтобы поставить новое, нужно убрать старое. А от старых я пока избавляться не готова. Я избавилась только от нескольких сортов традесканции, потому что ее легко найти, если что, и укоренить, в общем, легко ее достать. Все новые цветочки появились у меня примерно этим летом. Что-то, возможно, я показывала. То, что я точно помню, что показывала, показывать не буду. То, что не помню, возможно, промелькнет. Давайте начнем. Поехали! Начну я с фикуса лираты бомбина. Это карликовый сорт. Лирата, которая не бомбина, имеет огромные, вырастают у нее огромные-огромные листы. У бомбины больших листов не будет. Они вот, ну, может, будут чуть-чуть побольше, чем вот этот, но такими огромными, как у обычной лираты, они не будут. Это промежуточный черенок. Он укорененный. Здесь видно корешки. И он уже пошел в рост, пробудил несколько почек. Я не знаю, будет видно. Если не видно, я подсниму. Вот, вот такой он красивый. Когда я его взяла, он был намазан то ли маслом, то ли... В общем, я не знаю, чем он был с жирными листами. И у меня от него, кажется, пошла аллергия. Я не уверена, но, скорее всего, на него. Вот, так что я не знаю, зачем хозяин помазал его листьями. Но растение я отмыла, и оно прекрасно себя чувствует, и пошло уже в рост. Вот. Следующее растение это рафидафора. Рафидафора декурсива. Я точно не уверена, она это или не она. Но по фоткам, по описанию в интернете очень похожи листья. Немножко загинаются, кажется, уже пить хочет. Вот. Она у меня уже постояла на карантине и активировала точку роста. Вот. Скоро начнет выдавать новые листья. Следующее растение. Только не смеяться. Такое иногда случается даже у опытных цветоводов. Это фикус барок. Когда я его обменяла на свопе, он был пышненький. На нем было очень много цветочков. Но, если вы не знаете, многие фикусы это цветы истерички. И при любой смене обстановки, смене, не знаю, влажности, освещения, они вот так вот скидывают свои листья. Но он уже оклемался. После того, как скинулся листья, оклемался и активировал новые точки роста. Их очень много. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Ну, короче, их очень много. Вот эти вот все они новые. Он полностью был лысый. Кстати, его надо подстричь. Сейчас вместе с вами подстригу. Сейчас схожу за ножницами. Покажу вам заодно, как это делать. Я надеюсь, вам видно. Вот это, по нему уже видно, что он сухой. Он. Она, веточка, да? И вот так вот отрезаем. Если сок не течет, значит, мы отрезали по мертвой части. Режем дальше, пока не пойдет сок. Сока опять нету. Режем еще. Хотя как будто вот здесь почка. Все, я больше не буду дальше резать, потому что я вижу, что там назревает. Так. Режем только сухое, короче. Опс. Опс. Да, вот. Все сухое желательно отрезать, чтобы растение не мучилось и не затрачивало больше сил, энергии на восстановление. Я не знаю, там, что еще можно сказать. Все. В принципе, лишнего не так уж и много было. Сейчас чуть-чуть подрастет. Ему надо поставить опору, чтобы он рос вот так ровно. Палочку вот так, палочки привязать. И будет пышный скоро красавчик. Надеюсь. Дальше у меня появилась вот такая, вот такой колладиум. Я не знаю, что это за сорт. Это подарок на свопе. Организаторы свопа дарят еще участникам подарки. Идите на своп, алматинцы вам может еще подарок бесплатной перепасти. Если вы знаете, что это за сорт колладиума, напишите, пожалуйста, потому что я не знаю. Вот. Когда я его взяла, у него было два листочка. Один так, умер. К сожалению, да. Корней не наблюдаю. Держу поэтому его в тепличке. Ненавижу вот такие вот самодельные, самопальные теплички, пакеты. Ну, что ж поделаешь. Хочется, чтобы он выжил и рос у меня красивым. Еще у меня появился вот такой филадендрон. Кто конкретно, какой сорт, я не знаю. Знаю, что он очень красивый. Новые листья такие светленькие, глянцевые, блестящие. Мне очень он нравится. И этот филадендрон тоже со свопом. Практически все растения со свопа. Да, кроме одного. Его я купила. Вот. Если вы знаете, что это за сорт, пожалуйста, напишите название в комментариях. Вот. На свопе было предположение. Я не знаю, кто это, кто хозяин этого растения, потому что там был стол с бесплатными растениями, которые можно не меняться, а просто оставить. Кто-то его взят, возьмет. Вот с такого стола я взяла этот филадендрон. И хозяина, не знаю, не нашла. Мне подсказали участники, что это, возможно, какой-то сортовой филадендрон. Не помню название, который ушел в зелень. Но это не важно, он и так красивый. Красавчик. Следующий это вот такие два растения. Кто из них, кто, я не помню. Один из них это гипоцирта, по-моему, вот это. А один из них колумнея. Вот. В интернете очень много фоток, когда они взрослые растения. Оба, по-моему, ампельные. Они очень красиво свисают с горшков и очень красиво цветут. Но что-то вот этот у меня не хочет расти. Он вытянулся, хотя стоит на очень солнечном подоконнике. Если дело так же пойдет, я, наверное, его отнесу на своп. Не знаю, посмотрим. Что-то упало. Вот этот растет неплохо. Он уже раскустился. Был один черенок, но он раскустился. И со всех междоузлей и из-под земли растет новые веточки. Растут. Вот. Прикольный такой. Следующее растение. Очень огромное. Я не знаю, оно влезет в кадр или нет. Вот такая красота. В ходу она не вмещается, там в кадр. Но... Так, давайте я ее из корзины вытащу. Сейчас. Офигеть тяжелая. Вот. Тоже появилась у меня со свопа. Это сенсиверием. Сорт. Наташа или Наталья. Я точно не помню. Была бумажка, я ее потеряла и не подписала. В общем, вот такой у нее новый росток. Я ее, когда притащила домой, она была очень тяжелая, потому что грунт был очень мокрый. Она просыхала у меня около месяца или полутора месяцев. В общем, очень долго. Здесь очень влагоемный грунт. Но я не стала пересаживать, потому что хозяин этой сенсиверии сказал, что она свежепересаженная. И земля здесь свежая. Но это и видно, потому что пошел новый рост. В общем, я ее просушила и пересушила, чтобы дать ей немного стресса. Когда сенсиверии стрессуют, они выдают новые росточки. Вот так и получилось. Новый похож на сенсиверию муншайн. Да, очень красивый такой светлый-светлый сорт. Мне очень нравится. Вот. А старые листья похожи на лауретта, лауренти. Как она правильно, я не знаю. Ну, в общем, очень классная. И что немаловажно, она большая. Сразу поставил какой-нибудь пустой угол, и он озеленен и красив. Вот. Так, давай назад на пол. Следующий это филодендрон. Его определили как филодендрон розовая принцесса. Но это тоже не точно. Если вы знаете точнее, пишите, делитесь в комментариях. В общем, я его взяла одной веткой. Начеренковала. И посадила в мох. Для того, чтобы попробовать вернуть варригатность и сделать пышным со временем куст. Чтобы это не одной веткой росло, а двумя. В общем, как я его принесла и начеренковала, воткнула в мох. С тех пор я его не открывала. Просто увлажняла сам мох. С леечкой подходила и поливала. Вот. Такая красота. Что-то варригатное вылезло. Вот. Кажется, все ростки проросли. Давайте я достану его, да. Как? Как? Мох сухой. Смотрите, когда укореняется молодые черенки, новые, старые, отмирают. Это нормально. Они отдают свои все питательные вещества в новый рост. Так что это ничего страшного. Самое главное, чтобы точка роста проросла. Как страшно. Ого. Ого. Походу, это корень. Все-все проросли. Смотрите, какие корни. Даже корни бордовые. Прикольный. Короче, я сейчас буду это все распутывать и смотреть, какие черенки получились. Но я вот вижу один похож на филадендрона, розовую принцессу, потому что у нее вот здесь чуть-чуть, чуть-чуть варригатность есть. Надеюсь, видно. Сейчас подсниму еще поближе. Вот. Наверное, уже пора сажать в грунт, чтобы он сильно не привык к тепличке. И я не люблю вот эти вот все пакеты, стаканы. Все так некрасиво выглядит, но иногда приходится, и мне это страшно не нравится. Я хочу придумать какую-нибудь такую красивую тепличку, что-то типа икеевского, гринхаус, как он там, Акер, короче, он как-то называется. Если кто не видел, погуглите, у Икеи есть классные мини-теплички домашние для комнатных вот таких черенков и мелких растений. Что-то такое хочется, надо поискать. Идея для следующего видео. Я сняла весь мох. Не очень люблю мох из-за того, что когда очищаешь его от корней, половина корней входит со мхом. Я не знаю, откуда отвалилась вот эта деточка. Не знаю, что с ней делать. Здесь ни корней, ничего нет. Попробую закинуть ее куда-нибудь. Опять в тепличку какую-нибудь. Орегатность плохо видно. Она такая мелкая, но присутствует. И это радует. Может быть на следующих листьях будет побольше. И сразу решила его посадить на фитильный полив. Посмотрим, как он приживется после теплички с омхом к грунту на автополиве. Пока не буду закрывать сверху пакетом. Если что, пойдет не так. Если будут листья опускаться, я пакет надену все же. Следующее растение и последнее на сегодня. Это очень-очень клевый антуриум. Я его, кажется, уже показывала где-то в своих видео. Кажется, он уже мелькал. Но я не помню, это не точно. Поэтому я его все равно покажу. Потому что он мне очень нравится. Это антуриум вейчи. Кажется, правильно вейчи называется. Он очень классный. У него такая классная фактура листа. Такая ребристая, как будто накачанный такой качок-листок. В общем, когда он у меня появился, он практически сразу выдал новый листик. Такой классный-классный. Я его все время трогала, щупала. В общем, кажется, я его испортила. Потому что вот здесь вот он его испорчен. Вот здесь у него порвота. Кажется, я сама виновата. Потому что я читала такую информацию, что у антуриума, когда выпускают новый лист, их желательно не трогать, не поворачивать. В общем, никаких манипуляций с ним не производить, пока вырастает новый листик. Поэтому я думаю, что я здесь сама виновата. А так у него очень классные такие ребристые, мускулистые, накачанные как будто листья. Очень классные. Это еще совсем молодой-молодой черенок. И после того, как он мне выдал новый лист, он сидит и молчит. Там не намека на новый росток, листок. В общем, не знаю. Я его пересадила. Вот в такую креманку. Когда пересаживала, хотела посадить на фитиль. Поэтому поставила вот в этот стакан. Но что-то не рискнула. Потому что растение не дешевое. И если оно нечаянно помрет, будет очень-очень обидно. Поэтому пока так слежу за ним в три глаза. Можно так сказать. В общем, наблюдаю за ним очень внимательно. Но вроде пока нормально. Так после пересадки себя ведет. В общем, классный антуриум. Я в последнее время прям не подсела на антуриум. Но мне они очень нравятся. Мне хочется новые и разные сорта. Но я понимаю, что им нужны особые условия, которые я пока не готова им предоставить. Какие-то огромные теплицы и шкафы. Я в интернете видела. Делают такие, как они называются, кабинеты для растений. Но я что-то пока не хочу. Потому что я считаю, что растения для меня, а не я для растений, и не мой дом для растений. Поэтому пока буду выбирать, искать те сорта, которые менее прихотливы к комнатным условиям. На этой красивой ноте можно уже закончить видео. Но прежде чем закончить, я хочу сделать небольшой опрос на тему следующего видео. У вас есть возможность повлиять на тему следующего видео? В комментариях часто просят сделать подробный мастер-класс на подвесное кашпо в технике макраме. Также в комментариях было много просьб сделать видео на тему грунтов. Каждому виду растений желательно подбирать свой состав почвы, грунта, добавки всякие. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующее видео было про мастер-класс по плетению подвесного кашпо, пишите мастер-класс кашпо. Если вы же хотите видео о грунтах, пишите о грунтах. Я все посчитаю и пойму, где больше спроса, и сниму следующее видео. Всем спасибо за просмотры, за подписку, за лайки, за комментарии. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока!